Что-то, ну вообще ничего не понимаю. Готить ракетами по жилым домам, где спят мирные люди, по детсадикам, роддомам и атомным электростанциям это великий подвиг. А гахнули по Крымскому мосту, который незаконно построен на аннексированную территорию, соединяется страной-агрессором. Это уже теракт. Молодой человек, который создал уникальное шоу, юмористическое, множество фильмов отснял, кучу запустил проектов, заработал миллионы баксов и выиграл, самое главное, честно, на конкурентных выборах с огромным отрывом, победив при этом действующего президента, клоун, представляете? А канцелярская амоль, которую никто даже никогда не выбирал, которую назначили, она благодаря фальсификациям потом типа побеждала на выборах, переписала конституцию, сделала себя чуть ли не царем и богом. Это президент великий мира. Что за хуя происходит, объясните мне? Войска с другой страны заходят на чужую территорию, начинают бомбить, стрелять, убивать, разрушать, насиловать. Герои великие. А те люди, которые защищают свою землю, свои семьи, свои родные дома и города, это бандеровцы-нацисты, блядь. Представляете? Буковки Z и V на русской технике. Это повод для гордости. Точно такие же буковки немецкие нацисты и фашисты в 42-м году, блядь, рисовали на своей технике. И этой хуя гордятся. Украинский флаг и украинский трезубец, блядь, это символы государства украинского. Это должно быть что-то нацистское и плохое, блядь. Как так, блядь, подменили все? Как так, блядь, перепрошили людям мозги на хуя? Вместо мозгов засунули просто кусок говна в коробку. И, блядь, этим радуются и гордятся. Как пропаганда, блядь, которая долдонит годами абсолютную хуйню и враньё? Это, блядь, нормально, правда, все смотрят и улыбаются, и радуются. Как альтернативные источники информации и независимые СМИ, журналисты, аналитики. Так это сразу фейк, блядь. Вы сами себя бомбите. Так может вы, блядь, сами этот мозг ебнули просто, блядь. Путина с днём рождения поздравить. Я не знаю, но начните думать хоть чуть-чуть, блядь.